Я хочу начать, потому что времени у нас мало. Как я сказал, школа называется просто «Школа сверхъестественного». И первый урок называется «Как молиться и говорить правильно». Рекомендую вам делать заметки, потому что наш мозг не запоминает всё, чтобы у вас где-то какой-то был конспект. Давайте помолимся вначале. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас и Ты хочешь сделать нас успешными. Мы благодарим Тебя, что не только у нас есть желание, чтобы люди спасались, исцелялись, освобождались. Ты прежде нас и больше нас желаешь этого. Отец, есть наша часть, есть Твоя часть. И наша молитва — помоги нам исполнить нашу часть. Несмотря на все наши непонимания, несмотря на все наши плотские вещи, лень, грехи, Господи, помилуй нас и помоги нам измениться, чтобы исполнить Твою волю, Твоё предназначение. И меняй наше мышление. Вот эта школа. Понятно, что мы что-то не так мыслям, не так что-то говорим и делаем, потому и результаты, какие хотелось бы видеть. Поэтому меняй наше сердце и меняй наше мышление. В первую очередь, пусть Твоё слово станет стандартом нашей жизни. Дух Святой, учи нас сегодня, потому что если Ты не откроешь, то никто не откроет. Если нас просто человек будет учить или книги прочитаем, ну это не значит, что это поможет нам. Поэтому Дух Святой, то, что Ты открываешь, то действительно повлечёт перемены, то будет способствовать тому, что мы будем что-то делать. Поэтому мы все Тебя просим, чтобы шло это преобразование, мы все просим, чтобы шла эта работа. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Как молиться и говорить правильно? Я заметил, что некоторые люди говорят и молятся не так, как написано в Библии. И с одной стороны это не страшно, но с другой стороны так сеются и распространяются ошибки. И с целью этого урока проверить, насколько правильно мы молимся и говорим. И мы изучим, кому правильно молиться, как правильно молиться и как правильно говорить. Вначале я хочу сказать, с одной стороны какая-то тема простая, но с другой стороны мы даже не замечаем, как мы неправильно говорим и молимся. Это не специально происходит, это, знаете, как плохие привычки. И вот если мы не научимся говорить ясно, не искажая Писание, если мы научимся молиться правильно, не искажая Писание, тогда Бог сможет доверять в наши уста больше власти и большей силы. Вот почему мы в начале школы сверхъестественного с этого урока, как правильно молиться, как правильно говорить. Вы знаете, вот это вот искажение Писания, неправильные слова какие-то, они передаются от человека к человеку. Один сказал неправильно, один неправильно помолился, другой услышал, передал третьему. Итак, искажённые Писания, какие-то искажённые истины или принципы, они передаются от одного человека к другому, от одной церкви к другой и живут годами среди нас. Давайте проверим себя с Писанием. Всё-таки кому правильно молиться? На первый вопрос ответим. Когда некоторые люди молятся, сложно понять вообще, к кому они конкретно молятся. Более того, люди часто смешивают разные имена и титулы, даже не понимая их значения. Можно иногда услышать такую молитву, может, вы тоже слышали. «О Иисус, мы сейчас просим Тебя, Отец, защити нас от всех врагов, Святый Дух наш Спаситель». Ну и очевидно, да, здесь намешаны много и имён, и титулов. Что здесь неправильно? Потому что мы должны обращаться к Личности. Это же молитва, это же у нас какое-то общение, какой-то разговор, мы должны какой-то Личности. Вот я с вами разговариваю сейчас, ну понятно, я знаю, что у вас там много сидит, но если я с кем-то вот сижу вместе, хочу поговорить, это мне должна быть личная беседа, с глазу на глаз. Это правильно, если я буду обращаться именно к вам? Ну хорошо, давайте так. Я кого-то сейчас пригласил на пиццерию, на пиццерию, и мы будем сидеть. Это будет правильность, и я буду с вами общаться, а не я буду одно слово говорить вам, потом отворачиваться, другое слово говорить соседу за другим столиком, в другую сторону, в третье слово буду говорить соседу ещё за одним столиком, а четвёртое слово скажу официанту, который подойдёт. Иногда вот так похожи наши молитвы. Конечно, это не трагедия. Бог понимает, что мы от незрелости, от незнания это делаем. Однако, это действительно плохая привычка, и нам нужно избавляться от этих привычек. Два совета, как правильно, точнее, кому правильно молиться. Первое. Запомните это, запишите это. Мы молимся Богу. Мы молимся Богу Отцу. Это важное правило. Это та личность, кому мы должны молиться. И исследуя Новый Завет, мы обнаружили, то есть мы изучили все случаи, когда кто-то вообще произносил молитву. И в 99% случаев молитвы были адресованы к Богу Отцу. И один раз молитва была обращена к Иисусу. Это когда Стефан обращался к Иисусу, когда его забивали камнями. Это означает, это пример для нас, что прежде всего нам нужно молиться к Богу Отцу. Иисус также, когда учил учеников молиться, Он открывал вообще суть молитвы, Он также сказал, что молиться нужно Отцу Небесному. Это Матфея 6 глава, 6 стих. Молитесь, Отец наш Небесный. И здесь возникает вопрос, а можем мы просить о чём-то Иисусу? Я зачитаю из Иоанна 14 главы 13 стих то, что сказал Иисус. «Я сделаю всё, чего бы вы ни попросили по имя моё, чтобы Отец был прославлен через Сына». Как мы видим, если мы желаем о чём-то попросить Иисуса, мы можем это сделать. Давайте эту картину всё вместе сложим. В большинстве случаев, прежде всего, и как нас сам Иисус, сам Сын сказал, молитесь к Отцу. Но если меня хотите о чём-то попросить, попросите, я это сделаю. То есть и на этом как бы вся картина слаживается. Мы просим Отца, мы молимся Отцу, мы Ему рассказываем и так далее, так далее, так далее. То, что мы желаем получить, понять, разобраться в чём. И если мы хотим попросить о чём-то Иисуса, мы можем попросить. Он сказал, «Я сделаю всё, о чём бы вы ни попросили». И интересно, что Иисус готов ответить на все просьбы. Он здесь сказал, «Чтобы Отец был прославлен через Сына». Это, знаете, какой-то ответ, почему на одни молитвы Иисус отвечает, а на другие нет. Он говорит, «Я сделаю всё, чего бы вы ни попросили, во имя моё, чтобы, чтобы Отец был прославлен». То есть Он готов ответить на любые просьбы, если в результате этого Отец будет прославлен. Вернее, не все наши нужды, в результате их решения прославится Отец. И вот, исходя из этого, важно не просто просить, а важно просить нужное. Тогда мы будем получать больше ответа. И ещё один совет по поводу этого первого совета, вот что мы молимся к Богу Отцу. Во время молитвы старайтесь обращаться к одной Личности. Или молитесь Отцу, или обращайтесь к Иисусу. Не нужно смешивать, нужно одной, второй, третьей Личности прибегать. Итак, это был первый совет, то, что мы должны знать, кому правильно молиться. И второе, что нам поможет, мы не молимся Святому Духу. Ну, раз мы изучаем три Личности, правда, вот, поэтому с Иисусом и с Отцом мы разобрались, Дух Святой, мы не молимся Святому Духу. Нам в Завете нет указаний или примеров, чтобы кто-то молился Святому Духу. Время на 8 главе, 26 стихом, кое-что написано, что объясняет нам, почему нам не нужно молиться Святому Духу. Это не является грехом, но почему нам не нужно это просто делать? Так же и Дух, Дух Святой, помогает нам при всей нашей слабости. Мы не знаем даже, о чём нам следует молиться, но Дух Сам ходатайствует за нас вздохами, которыми не могут быть выраженными словами. Получается, это вообще не функция Святого Духа отвечать нам на молитвы. Функции Святого Духа, они описаны. Научить нас истине, прославить Иисуса, напомнить Писание, открыть нам будущее, действовать дарами через нас, утешать нас, помогать нам молиться. И даже Он молится, ходатайствует за нас. Поэтому Его функция не отвечать. Он говорит, обращайтесь к Отцу, а я помогу тебе молиться. Я дам тебе слова, а если не будешь знать, о чём молиться, молись Духом, я буду ходатайствовать за тебя. Итак, я думаю, картина ясная. Это то, кому правильно молиться. Теперь, как правильно молиться? И важно понимать, что молитва — это не только прошение. Молитва соединяет в себе благодарение, покаяние, прошение, пение, общение и даже молчание. Многие люди, они свели молитву только в прошение. Я вам скажу, если вы только просите, если ваша молитва — это пять минут в день, и вы только просите о нуждах, вы не молитесь, даже не называйте это молитвой. Это просто то, что делают язычники. Они бубнят о своих нуждах. Это не молитва. И четыре совета, как правильно молиться. Запишите. Первое. Молитесь без претензий и требований. Я напомню, мы говорим о том, как молиться правильно. Правильно. То есть, молиться надо по-всякому. Ну, как правильно? Чтобы Бог слушая это, Он это воспринимал правильно, и чтобы это было доктринально правильно, библейски правильно, морально правильно, как хотите. Чтобы это было правильно. Молитесь без претензий и требований к Богу. Некоторые люди не молятся, а предъявляют претензии. Молитвы примерно такие. Бог, сколько мне мучаются? Почему ты других исцеляешь, а меня нет? Я слышал такие молитвы. Знаете, тут важно понимать, что если человек не получил ответа на молитву, то значит что-то не так. Возможно, человек не выполнил каких-то условий библейских. Возможно, какие-то проблемы с верой или есть что-то другое. Но во всех случаях нам нужно помнить, что Бог смирённым даёт благодать, а гордым противиться. Это Иакова 4 глава, 4 глава, 6 стих. И мы должны понимать, во всех случаях молитва должна, молитва должна проявить смирение и почтение к Богу. Нельзя Богу говорить, ты чего других исцеляешь, а меня нет? Или сколько мне уже мучаются? А вот как ты мне вот это вот Бог? Чему вот это я вот это терплю? Что ж мне это досталось? Ни в коем случае нельзя. Молитесь без претензий и требований. Это первое. Второе. Второй совет, как правильно молиться. Некоторые люди, они молятся, я верю, я верю, я верю, я молюсь с верой. Нет. Второй совет, молитесь с верой без сомнений. С верой без сомнений. Потому что мы даже не замечаем. Мы с одной стороны молимся молитвой веры, и тут же мы молимся молитвой сомнений. Тут же, даже не делая паузы. Вот, например, банальная ситуация, которая, возможно, вы себя где-то узнаете. Человек молится. Господь, я верю, что ты сегодня на служении меня исцелишь. И также молю тебя, благослови, чтобы завтра в больнице мне успешно сделали операцию. Власови руки врачей, бла-бла-бла-бла. Люди даже часто паузу не делают. Молитвой веры молятся, и тут же они перечеркивают то, что они молились, и уже о другом молятся. Совет номер два. Молитесь с верой и без сомнений. Люди молятся молитвами сомнения, а потом огорчаются, что не получили ответ на молитву веры, которая не была молитвой веры. Это плохая привычка, от неё нужно избавляться. Нам нужно контролировать свой разум. Нам нужно контролировать свои уста и учиться говорить по Слову Божьему, без сомнений. Марк 11, глава 24 стих. Есть условие получить всё, поэтому говорю вам, о чём бы вы ни попросили молитвы, верьте, что вы это получили, уже и будет вам. То есть видите, здесь Библия чётко даёт нам понять, что вера-то же мы такая, что мы это уже получили. То есть получается, я прошу с пониманием всё, это у меня есть. Значит, я не буду молиться, «Боже, благослови руки врачей, завтра, когда я пойду к ним, чтобы они…» То есть это уже получается исключено. Он говорит, «Верьте, что вы это получили, и тогда будет вам». Получается, это молитва, которая, она тебя ставит в такую позицию, «Сегодня я это беру, и это моё решение». Третий совет. Молитесь с благодарением. Некоторые люди молятся с огорчением вместо благодарения. Такие тонкие вещи, но я даю гарантию, часть из вас даже не задумывались об этом. Бог, почему мы сидим голодные? Ты же пообещал нас кормить. И где это? Что вам теперь делать? Мы так надеялись на тебя. Это не молитва с благодарением, это молитва с огорчением. И Библия учит нас молиться с благодарением. Почему? Не потому, что Бог, знаете, сидит, и Он такой, знаете, страдает. Ой, мы Ему не поблагодарили. Это не Ему надо, это нам надо. Смотрите, благодарение в молитве — это наше свидетельство, что мы верим, что мы это уже получили, даже если мы этого ещё не видели. Потому что благодарение — это одна из форм хвалы. Ты благодаришь за то, что ты уже получил, за то, что ты уже имеешь. Господь, я прошу тебя об этом, об этом, об этом. И я благодарю тебя, что это придёт. Я благодарю тебя, что это чудо свершится, эти финансовые проблемы решатся. Я верю в это. Спасибо, что ты вмешаешься, ты знаешь эту ситуацию. О, смотрите, благодарение здесь участвует в роли свидетельства о моей вере. Филиппийцам 4.6. Не заботьтесь ни о чем, но во всем. Слышите? Во всем. Через молитву и прошение с благодарностью открывайте ваши сердца Богу. Обратите внимание, в каждой молитве филиппийцам сказано, в каждой молитве, ну, прежде всего написано, не заботиться ни о чем, но в каждой молитве, в каждом прошении с благодарностью открывать ваши просьбы к Богу. Я еще раз медленно скажу, и вдумайтесь только в это. Нам сказано, открывать с благодарностью наши нужды. Не просто говорить о наших нуждах, а с благодарностью говорить о наших нуждах. Вот только вдумайтесь. Казалось бы, нужда, она не подразумевает, чтобы говорить с благодарностью. Мы думаем, что благодарность это такое. Она говорит, о, спасибо, спасибо, я сегодня там покушал, спасибо, мне сегодня подарили штаны. Нет, она говорит, каждая ваша молитва, вы должны ее открывать, вашу просьбу открывать перед Богом. То есть приносить с благодарностью. Даю гарантию, половина из вас не делает этого. Так вот, третий совет, молитесь с благодарением, и вы увидите результат. И четвертое, последнее. Молитесь к Богу, а не перед людьми. Это огромная проблема. Некоторые люди подбирают красивые слова, тембр голоса меняют, чтобы молиться прилично перед другими. Чтобы это выглядело прилично. И знаете, такие молитвы нельзя назвать молитвами от сердца. Это театральное представление под названием «Смотрите, как я умею молиться». Или «Смотрите, я тоже могу молиться». Матфе, 6 глава, 5 стих, всем знакомое место, Иисус говорит, «Не уподобляйтесь людям, которые любят молиться так, чтобы их видели другие». То есть они по-другому, им нет интереса молиться. Они по-другому бы не остановились. Они по-другому бы нашли какую-то работу, чем заняться. Там люди есть, поэтому они молились, чтобы люди видели. Это объясняет, почему часть людей приходила бы на служение молитвенности, если бы там было 100 человек, но они не приходят, потому что там 3 человека. Друзья, Пусть Дух Святой покажет вам, что это неправильно. Мы должны молиться к Богу, а не перед людьми. Потому что люди нам только могут похлопать. А Бог, Он ответит. Если мы хотим получить аплодисменты, то есть другие места, где могут похлопать. Если мы хотим получить от Бога, мы должны приходить перед Ним и молиться. Если ты один, или вас двое, или трое. Поэтому самое правильное молитвенное служение – это не там, где толпа людей, просто один перед другим показывает театр, кто лучше молится. Самое правильное молитвенное служение – когда люди, невзирая на людей, которые вокруг, искренне молятся перед Богом. Я надеюсь, что это из вас говорит «Аминь сейчас». Старайтесь, следите, чтобы так это и было. Чтобы вы не просто подбирали слова, не просто подбирали тембр голоса. Один Божий человек сказал хорошую цитату. Он сказал «Лучше пусть будет молитва без слов, чем слова без сердца». «Лучше пусть будет молитва без слов, чем слова без сердца». Нам нужно всегда проверять наши мотивы для молитвы. Аминь. Мы закончили два вопроса. Кому молиться и как правильно молиться? И последний вопрос, на который мы сегодня найдём ответ – «Как правильно говорить?» Следите за тем, чтобы называть места из Библии правильно, корректно. Доносить суть описанных в Библии историй корректно, неповреждённую. Мы не должны искажать и повреждать Слово Божие. Аминь. Три совета, как правильно говорить. Первое. Говорите только то, что написано в Библии. Часто приходится слышать несоответствие того, что люди говорят, и того, что написано в Библии. Вот несколько примеров. Люди говорят «Бог, приди!» Библия говорит. Это Псалом 138, 7-8 стих. «Куда могу уйти от твоего духа? Куда могу убежать от твоего присутствия? Поднимусь ли на небеса ты там, сойду ли в мир мёртвых? И ты там». Давид говорит «Твоё присутствие везде, на небе, на земле, под землёй. Я вообще не могу скрыться от него». Когда люди говорят «Бог, приди!» Слово говорит «Бог среди нас». Потом правильно говорить «Бог среди нас». Эммануин – «Бог с нами». «Бог вокруг нас». Мы ходим, дышим и существуем им. Люди говорят «Бог не оставь меня. Бог – это такая ситуация. О, Бог, тут такие проблемы финансовые. О, Господи, тут что-то мне не нравится. Мне лишили зарплаты. Не оставь меня. Что мы будем есть?» Евреях 13-й и 5-м стихом сказано, что Бог говорит о нас. Он говорит, автор Еврея пишет «Будьте свободны от любви к деньгам. Довольствуй с тем, что у вас есть, потому что Бог сказал, я никогда тебя не оставлю, никогда тебя не покину». Он сказал, перестаньте переживать за деньги. Бог сказал, не оставлю, не покину. Я все вам говорю, перестаньте переживать за деньги. Бог сказал, не оставлю, не покину. Поэтому не говорите «Бог, не оставь меня. Что я буду есть?» Пенсию уменьшили. Говорите, Бог, ты не оставишь меня. Не важно, сколько у меня будет пенсия, ты не оставишь меня и не покинешь. Не важно, сколько будет стоить бензин, ты не оставишь, не покинешь меня. Не важно, какая экономика в стране, ты меня не оставишь, не покинешь. Ты сказал. Также еще очень интересно, потому что вам это не понравится, поверьте, это как правильно говорить. Люди говорят, покрывай кровью Иисуса, помазывай кровью Иисуса, свой разум, да-да-да-да. Знаете, я слышал такие учения. Библия, очень определенно говорит о роли и назначении крови Иисуса. Кровь Иисуса — это не просто какая-то, не знаю, жидкость в каком-то котле, которую можно начерпывать поварёшками и выливать на себя. Даже смешно, да? Но вот люди так делают. То есть они самими словами говорят, так вот как будто, знаете, какая-то река крови, и они такие на неё, о, покрываю, помазываю себя, помазываю себя, помазываю. И компьютер, и машину. Да нет, назначение крови было другое. Откровение, 5 глава, 9 стих. «Где ты был принесён жертву и своей кровью выкупил людей для Бога». Кровь проливалась, чтобы искупить человека от наказания, чтобы освободить его от последствий греха. Иисус выкупил нас Отцу, это действие свершилось. Это было назначение крови. Она мыла наши грехи, убелила наши одежды, друзья. Поэтому правильно говорить, я выкуплен его кровью, я покрыт. Ну, не говорить. Выходишь там с дома, так, я покрываю кровью замок, по всяким дверям, чтобы воронки… Ну, это не грех, но оно, знаете, об этом не написано прямо и чётко в Библии, что это нужно делать. Вот в чём проблема. Сегодня есть много подобных высказываний, откровений, которым нет чёткого, ясного объяснения в Библии. И если уже мы говорим и пытаемся научиться, как правильно говорить, то, несмотря на всякие существующие откровения, даже если они нормальные, нет ничего такого там, ну, совсем там трагического, лучше не повторять такие слова откровения, лучше повторять ясные библейские прописные истины. Почему? Мы должны всегда помнить, нас слушают другие. И говоря о том, как правильно говорить, я должен понимать, даже если я имею откровения с третьих небес, даже я там, я себе провёл целый месяц в изучении этой темы о помазывании кровью и увидел какие-то там аллегорические, какие-то там, знаете, образы, субобразы, и я где-то там, ну, где-то допустил, что это можно делать. Вот что, собственно, и сделали некоторые учителя, и они это высвободили, теперь люди повторяют. Даже не понимают, что они повторяют. Так вот, может быть, те учителя, они имеют какую-то очень глубокую, глубокое откровение, но люди, которые слышают, они же не имеют этого откровения, они просто это вот, знаете, как ритуал делают. Призываю кровь, помазываю кровью, помазываю свою кассу, там, деньги, всё, помазываю кровью, призываю кровь сейчас. Мы должны быть аккуратны с откровениями, с такими вещами, которые не описаны в Библии. Лучше их не употреблять. А если употреблять, то нужно обязательно говорить, что об этом не написано в Библии. Это ещё раз я это озвучил. Я думаю, это ошибка, когда такие авторы, они, ну, дают какое-то учение на основании откровения, которое не подтверждается Библией прямо. И они должны просто говорить, это их не ошибка. Они должны говорить, что призывайте кровь. Нет, они должны сказать, в Библии такого не написано. Но я получил откровение, что кровь, она там, образ жизни и символические там. Но опять же, это, знаете, такая тема скользкая. Лучше это не применять. Если вы хотите эту тему поднять, то лучше другое место употребить. Лучше скажите, Господь, ты в 90-м псалме сказал через Моисея, что ты меня будешь хранить. Ты сказал, что ты меня будешь покрывать. Ты сказал, что я под десницей твоей безопасности. То есть лучше вот это сказать. Ты сказал, что не приблизятся ко мне враги. Ты сказал, что мое жилище грабит. Есть другие места из Писания, которые более понятно и ясно всё это объясняют. И нужно углубляться туда, где очень скользкое основание. Хорошо, поэтому не отходите от стандартов Библии и приучайте других к стандартам Библии. И только так мы не залудимся, не споткнёмся и не создадим скользкую дорогу для других. Второе. Говорите только то, что вы хорошо знаете. Вот есть вещи, которые люди не знают хорошо, не выучили, не знают, не хотят знать. И они стремятся называть номера глав, стихов, цитируют высказывания героев Библии, но ошибаются по этому. И это плохо. Нужно ли хорошо заучить всё, или хорошо читать с Библии? Почему? Это самая причина. Мы учимся, как правильно говорить. Вот чтобы мы не говорили, что это искажённо, а потом люди искажённо это передавали, а чтобы мы говорили корректно, не повреждая слово. Возвращаясь к самому началу, хочу сказать, Бог доверит тогда в наши уста больше власти. Тогда наше слово будет действовать, как меч, очень точно. А так Богу сложно доверить, потому что Он видит, что мы не утверждены в Писании, в Слове, и мы очень много мешаем со своим человеческим, очень много бла-бла-бла-бла мешаем. Это такое намешанное, и нет истины. Нет полной истины. И Бог смотрит, говорит, ребят, давайте пока подождём. Но мы же не поставим ораторам, которые будут выступать, например, на центральном телевидении, где-то на Майдане. Не поставим же ребёнка, который не утверждён в политике, или подростка, который где-то там слушает какой-то рэп, у него зелёные волосы, и он там «йо-йо». То есть мы понимаем, у него речь несоответствует, чтобы он мог выступать и говорить, перед серьёзными людьми. Мы ставим образованных политиков, ораторов, чтобы они говорили. И для президента, для разных ораторов, политиков готовят речь специальные люди. Там целый институт занимается, ему готовят речь. И вот переложим это на Библию. Бог хочет, чтобы мы говорили непорождённое слово. Тогда Он будет давать нам огромные откровения, серьёзные будут давать нам слова, не только для церкви, но и для нации. Аминь. И вот мы подошли к второму пункту, точнее, мы его проговариваем. «Говорите только то, что хорошо знаете». И смотрите, чтобы не допустить распространённых ошибок, я вот просто подметил три ошибки, которые люди чаще всего допускают, когда говорят что-то, о чём они не знают. Знаете, пытаются произвести впечатление. Три ошибки. Вот записывайте. «Лучше не использовать интерпретации и толкования Библии». Это очень модно сейчас в Библии, где, знаете, библейского текста на странице вот так, ну, стих из Библии, а толкование полстраницы, многие толстые. Или даже отдельные справочники всякие, толкования. Ну, я раньше этим увлекался тоже, но я увидел, что в этом есть, ой-ой-ой, очень много потом разных проблем. Смотрите, каждый справочник, каждое толкование, каждое объяснение к Библии, оно вроде бы упрощает жизнь, да? Ты вот, что ж это такое? Непонятно. А ну-ка посмотрю. Раз. О, вот что оно значит. Вот это что? Вот что оно значит? Это такое, знаете, условное всё, потому что это, любая интерпретация, объяснение, толкование, она написана человеком. А любой человек, и уж простите меня, это правда, он не с неба свалился. Любой человек, он принадлежит какой-то деноминации. У него есть какой-то свой взгляд на Библию, помимо деноминации. Представьте, сколько есть факторов. Он человек, он с другой деноминации, ещё у него есть своё уникальное вообще восприятие Библии. И вот, даже если он там профессор, неважно, он человек, он принадлежит какой-то деноминации. И у него ещё есть, помимо этой деноминации, ещё свой взгляд на Библию. Мы читаем мнение человека. Вот и всё. И ещё. Я заметил, что многие толкования вообще не имеют доказательств. Они, то есть, являются гипотезами. Знаете, что такое гипотеза? Это, вот если я взял что-то, и не могу понять, из чего оно. И я, так как я не могу понять, из чего, я просто делаю вот так. Ну, наверное, наверное, это из этого. Вот. Запишем. Вот это гипотеза. Гипотеза, это ни на чём не основано. Это просто догадки. Это просто домыслы. И вот многие вещи — это домыслы. Например, есть один домысл по поводу апостола Павла, который не просто вышел как толкование, а он вышел как доктрина, и теперь ряд течений отвергают исцеление. Это толкование, что у апостола Павла была гнойная болезнь глаз, из-за которой он почти ослеп. Друзья, об этом нигде, во-первых, не написано, во-вторых, не сохранилось никаких исторических документов того времени, что это было. Это гипотеза. Но из-за того, что это сказали с кафедры, люди, которых слушают другие люди, это стало доктриной в некоторых динаминациях. И потому, когда он говорит, исцеление, исцеление, никакое исцеление. У Павла болезнь такая была гнойная. Ты что, какое исцеление? Следующий совет. Первый совет запомнили. Не используйте интерпретацию толкования Библии. Говорите только то, что хорошо знаете, что проверено, что можно потом взять, проверить. Второй совет. Цитируя псалмы, помните, не все они были написаны Давидом. Это распространенная ошибка. Как только псалом у людей ассоциации. Это же Давида. Конечно, Давида. И даже когда я сегодня озвучил псалом Моисея 90, я думаю, кто-то из вас где-то внутри подумал. Подожди, какой Моисей? Ты что, это же Давид, а псалмы. Нет. 90-й псалом написал Моисей. Давайте я немножко расскажу о псалмах, чтобы мы просто были аккуратными, когда мы что-то говорим. Вообще 150 псалмов. По разным подсчетам, ну примерно так, на вскидку, говорят меньше, ну примерно 80 псалмов были написаны Давидом. Слышите, половина псалмов только были написаны Давидом. 12 написаны Асафом, 11 сыновьями Корея, 3 написаны Соломоном, 1 Моисеем, 1 Еманом, 1 Ефаном. А авторство остальных 42 псалмов вообще неизвестно. Цитирую псалмы, помните, не всех написал Давид. И третья ошибка. Люди, когда произносят какие-то фразы библейские, они машинально говорят, вот Иисус сказал, или вот апостол же сказал это. Запомните, некоторые высказывания не принадлежат ни Иисусу, ни к апостолу. Это мы говорим о том, что нам не нужно говорить то, что мы хорошо не знаем. Один проповедник говорит, мы должны быть прямыми, как апостол Павел. Он не церемонился, он говорил то, что думал. И приводит в пример высказывание, которое в Титу написано, первая глава, 1-я это стих. Критяне все должицы, злые звери, утробу ленивые. Это написано, да, в Титу 1-12. Это не значит, что, это такой характер у Павла, он такой, знаете, лживый, там, давайте еще прочитаем, он звучит как колоритно. Критяне, всегда лжецы, злые звери, утробу ленивые. Но надо подумать, ухо апостол Павел злюка. Нет, это не его характер, он просто цитировал античную цитату одного из поэтов того времени. И вот люди, когда вот это, знаете, не знают, но употребляют это в проповедях, Павел же сказал, вот потом я тоже пришел и прямо скал глаза, ты, сын Иуды, змей, скорпион, этакий поганый. Если мы знаем что-то, мы должны говорить, не знаем, не должны, я сейчас о цитатах. Чтобы вы знали, в Новом Завете очень много примет, поговорок, античных цитат. Например, только апостол Павел использовал цитаты античные пять раз в своих письмах. Не буду сейчас места из Писания зачитывать, я смотрю уже у нас, я уже целых пятьдесят минут проповедую. У-у-у. Давайте последнее, третье. Я закончу через пару минут. И третий совет, говорите и пойте только то, что является правдой. Напомню, что мы сейчас говорим, как правильно говорить. Мы говорили, кому правильно молиться, как правильно молиться и как правильно говорить. Так вот, говорите только правду. Ефесянам 4.25 Пусть каждый из вас оставит ложь. Скажите со мной, пусть каждый из нас оставит ложь и говорит своему близнему правду, потому что все мы члены одного тела. Давайте немножко об этом. Вот что вы поете? Вот когда идет представление? Вот это правда или нет? Поразмышляйте сейчас. Я вам скажу, что 50% песен, они вообще не рассчитаны, чтобы их пели. Потому что автор, он что-то переживал, личное с Богом, он это положил на слова, написал музыку и спел. И когда люди повторяют эти слова, но сами не живут этим, это не в их сердце. Это является неправдой, это является ложью. И это не какой-то страшный грех, что Бог совсем обижается на нас, но это, знаете, если мы по Писанию посмотрим, то Библия нам прямо говорит оставить всякую неправду, оставить ложность. И это является неправдой. например, слова песни «Господь, каждый день от ранней зари ищу Тебя». Такая есть песня. Если человек не ищет Бога от ранней зари, ну вот представьте, Бог, вот ты такой, знаете, стоишь и говоришь ему от сердца к сердцу «Бог, я от ранней зари ищу Тебя». Ну ты поешь это. Бог стоит, какое от ранней зари, ты дрыхнешь до десяти, да ты молишь один, одну минуту в день, куда-то ты меня ищешь. Знаете, это неправильно, не должно такое быть. Пусть каждый из нас оставит ложь и говорит ближнему только правду, тем более Богу, который знает все. А даже написанной ближнему нужно правду говорить. такая еще есть песня «Я падаю, тут встаю, я падаю, тут встаю». Может, даже вы ее пели. Автор, который написал ее, много раз падал в грех и вставал. Если вы ведете праведную, влачистивую жизнь, слушайте, не наговаривайте на себя. И когда такие песни поются, когда эта песня напелась, я никогда это не говорил. Но вначале, конечно, я говорил со всеми, а потом, когда я получил это откровение, я уже не пел больше, я падаю, и встаю. Что значит падаю, и встаю? Я не падал, и не вставал. Я пришел в церковь 25 лет назад, я иду, верно, я не пропускаю служение, не падал в грехах, не сидел дома, не скопил себя черепицами. То есть я иду, верно себе, и все. Я не падаю, и встаю, я иду, иду, иду. Поэтому все песни «Я иду, 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 я буду петь». А я падаю, и встаю, я не буду петь. У меня нет такого. И это нормально, это наша сила, мы должны за это держаться. Нельзя на себя навешивать такое. Ой, ну все мы там согрешаем. Это разные вещи. Упасть в грех, сидеть там, напиться, потом прийти покаяться, потом опять напиться, опять покаяться. Это разные вещи. Это разные вещи. Ты что-то там не так сказал, что-то ой-ой-ой, потом покаялся, что-то немножко цифры перепутал. Это же разные вещи совсем. Это не падение. Такая еще есть песня. Это вообще «Перл». Тоже вы, наверное, слышали. Там «Не могу на месте устоять, я буду перед Богом танцевать». Там «О-о-о-о-о-о». Как правило, такая песня поется, пару человек прыгают перед сценой, кто-нибудь из молодежи, а все остальные сидят в зале. А что мы вообще поем Богу? Врем на каждом шагу. И вот третье, третий совет, как правильно говорит, говорите, пойте то, что является правдой. Оставьте всякую ложь. В заключении, вы скажете, а что делать, если они поют? Если они там поют, что делать? Два решения. Первое. Группе прославления. И все лидеры, послушайте на домашних группах то, что поет. Просматривайте тексты песен. Вас никто не поставил к стенке, не поставил автоматом, не сказал, пойте эту песню, иначе застрелю. Мы сами выбираем песни, какие петь, какие не петь. Поэтому, никто вас не тянет за уши петь какую-то песню, которая дектринально неправильная, или она вот, ну, она тебя вынуждает врать, прямо Богу в глаза, и людям вокруг. Поэтому, не пойте эти песни. Просто уберите их. Замените слова. Вы имеете право заменить какие-то неправильные слова на правильные. Почему бы и нет? Это первое. Значит, пересмотрите репертуар. И второе. Ну, если уже что-то поется, то, что нельзя универсальную песню для всех создать, да? Вот это правильно, опять нормальные песни. Я ищу тебя, я стремлюсь к тебе. Если ты слышишь слова, которые не соответствуют, являются неправдой, ну, то не говори, я ищу тебя и стремлюсь. Если ты находишься в состоянии сейчас какого-то падения, то, значит, пой просто свое что-то. А Господь, помилуй меня. Господь, помилуй меня. Вот это будет лучше. Иногда я слышу какие-то слова, песни, которые, они не библейские, они, ну, что-то неправильно там. Я просто, я просто на языках пою. Поверьте, это лучше, чем врать. Это все. Я хочу помолиться в конце. Вы прослушали урок под названием «Как правильно молиться, как правильно говорить». Моя пола цель донести до вас эту истину, что как только мы начнем говорить истину, начнем говорить правду, как только мы начнем говорить корректно по Писанию, по Библии, как только Слово Божие станет стандартом в нашей жизни, оно станет через наши уста неповрежденным выходить. Вот, поверьте, Бог нам доверит больше власти, больше силы. Ну, именно нашему Слову. Наше Слово будет иметь власть тогда больше. Он даст нам тогда более серьезные, глубокие вещи. Он сможет доверять тогда нам как надежному спикеру. И Он так поставит нас не перед пятью человеком, перед ста, перед тысячей, даже больше. И я хочу молиться, чтобы вы извлекли из этих уроков пользу и применили то, что Человек Божий говорил вам сегодня. Господь, спасибо, что Ты учишь нас. Спасибо, что Твое Слово дает нам четкое объяснение, кому молиться. И Твое Слово дает нам объяснение, как молиться и как говорить. И мы просим Тебя все вместе, чтобы Ты научил нас бодрствовать, сверять все с Твоим Словом и не повреждать Твого Слова во имя Иисуса Христа. Спасибо за откровение, которое мы имеем. Научи нас говорить корректно, чтобы откровения не становились выше истины и не затмевали истину. Благодарим Тебя. Давайте скажем вместе, Господь, вот мое сердце, мой разум, преобрази его. Пусть он преобразится в соответствии с Твоим Словом. Я принимаю решение Твое Слово, пусть будет стандартом для моей жизни. Аминь, аминь, аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова